Делаю, записываю вебинары и не выкладываю их, потому что ибо нечего. Либо мы его перепроведем, возможно, а может быть и нет. Поэтому очень вам рекомендую остаться до конца. Сегодня мы проговорим такую потрясающую тему, как личный бренд. Личный бренд для дизайнеров и что это такое вообще. И три экспертные истории, как можно быстрее этот личный бренд построить. Сегодня у нас такое очень кейсовое будет занятие. Сегодня я пробегусь под членом союза. Давайте, почему вообще я имею право про это говорить? Потому что союзов дизайнеров и архитекторов и каких других еще союзов на рынке штук 30, наверное, различных. Мой в 2016 году был основан. Поставьте единички в чат, кто видит меня впервые, кто первый раз в нашей секте и не понимает, как круто у нас проходят вебинары, как контент. Поставьте единичку в чат, если вы видите впервые и вы видите как бы просто мужчина какой-то в голубой футболочке и с вами как бы проводят какой-то обучающий процесс. Вот у нас как бы внутренняя часть союза, внутренняя история, это школа по построению личного бренда. Вот и поэтому как не нам рассказывать, что это такое, как это работает. Вот у нас сегодня в рамках нашего замечательного процесса, Миш, ухаживай за ними, дай им то, что они хотят. Вот у нас школа по построению личного бренда, в которой каждый дизайнер находит то, что ему нужно. Вот и наш коллектив работает непрестанно, постоянно помогая дизайнерам становиться счастливей, более сытыми, вот и чтобы глаз у них горел, называется. Вот, шутка конечно же, в рамках нашей школы мы с 16 года работаем и у нас было построено очень много кейсов, очень много проектов, которые, скажем так, звенели на рынке, а где-то просто тихие дизайнеры, тихие спокойные дизайнеры, которые реализовали свои потребности, нравятся клиенту, где их собственный клиент, ну как бы понимал, «Блин, я работаю с Катей, и Катя офигенная, Катя дизайнер моей мечты, я хочу работать только с Катей, я ее запомню навсегда и буду ее всем рекомендовать». То есть у личного бренда одна из основных, скажем так, историй, которая реально работает, это и реально замеряется, это, скажем так, повышение вашего ценника. И то, что вами клиент так или иначе должен гордиться. То есть такие это важные, значимые события в рамках построения личного бренда. То есть кто-то относит слово личный бренд к Диане Балашовой или Игорю Куркину, или может быть там каким-то другим нашим замечательным именитым спикером, там кто у нас бывшие члены союза? Зои Ти, у нас Ева Бергман, еще очень много дизайнеров, которые так хорошо резонируют и их слышно на рынке. Многие относятся, что да, это там аплодисменты людей, которые любят вас, хотят вас и так далее. Нет, личный бренд это когда он сильный, крепкий, вам готовы платить больше денег, это первый момент. Если кто-то записывает, если там не знаю, Анастасия какая-нибудь, Ред записывает, то это очень важные моменты. Это когда вам готовы больше платить, это первый момент, а второй момент это когда вами гордятся. То есть это запускает покупательную способность. А для этого не нужно выступать, пипец, как много на сценах. Для этого не нужна мировая слава. Для этого нужно сделать так образ, сформировать для клиента. Либо построить уникальную какую-то историю, отдельный проект, которого до этого не было. И таких мы тоже очень много построили. Сегодня будет много кейсов. Сегодня я вам расскажу, что мы в Союзе за столько лет 16 года наделали. С людьми и с этим рынком. И были бы премии по трансформации рынка, конечно же я бы с удовольствием ее завоевал. Но такой премии ни у кого нету, а сам ее себе выдать не могу. Это было бы очень странно. Поэтому просто делюсь с вами нашими наработками. Наш Союз так или иначе это бизнес-клуб, в котором сейчас на данную секунду 60 человек. 60 дизайнеров со всей России и страны СНГ. Которые с удовольствием делятся с вами какими-то наработками своими. Не с вами, а с друг с другом. С вами они через дизайн интенсивы всем этим делятся. Поэтому работа идет достаточно серьезная, большая. И вот об этом во всем мы будем с вами делиться. Сегодня тоже будет очень много кейсов. Следующий момент какой у нас. В рамках Союза я занимаюсь тем, что организовываю мероприятия с наших замечательных известных спикеров, архитекторов. Борис Борисович Боровский. Это архитектор, известный архитектор. Диана Балашова, декоратор, дизайнер известный. Кто у нас там еще? Дорожкин на фотографии. Дорожкин это редактор. Стилисты интерьерные. Какие-то бизнес-персонажи в рамках. Я все это организовываю тоже. Почему бы нет? И сами уже многих вырастили. То есть мы уже мало привлекаем на нашей конференции звезд. Мы в основном пользуемся нашими ресурсами, потому что у нас внутри Союза очень много звезд. Этим мы занимаемся. Базу знаний основали. То есть у нас очень много видео на ютубе. 10 лет я преподаю бизнесовую дисциплину. Поэтому за 10 лет уж поверьте, очень много всего было попробовано. И я думаю, что многие из вас. Поставьте семерочку в чат, кто был клиентом наших замечательных тренингов, вебинаров, может быть каких-то, может быть каких-то, каких-то, каких-то чего, наших марафонов, может быть интенсивов и так далее. Поставьте семерочку в чат, кто уже бывал на наших каких-то мероприятиях. Да, я хочу, чтобы вы все вовлеклись в этот процесс, потому что я чувствую, что кто-то из вас, ну 100%, сейчас не поставит семерочку, потому что думает, за меня кто-то это сделает. Вот знаете, на самом деле это такое лживое такое состояние, когда вы думаете, что за вас кто-то это сделает. За вас кто-то и личный бренд ваша разовьет, и бизнес, и отдел продаж построит, а потом удивляетесь, блин, а как бы само-то ничего не происходит, ничего не меняется. И вот эта проактивная позиция, это то, что отличает тех, кто к нам приходит, реально, кто приходит поработать. К нам приходят некоторые члены союза на один год. Они год побыли, что-то там поподслушивали, подсмотрели и куда-то убежали. А есть по делу пришли, и те, кто у нас серьезно будут в этом направлении работать. А по делу скоро будет? Нет, Елена, вы можете выйти, если ждете по делу. Мы сегодня не по делу собрались. У нас сегодня про личный бренд, и контент уже идет. Если вы не делаете пометки, то значит вы просто смотрите мимо этого всего. Следующий момент. У нас 7 есть конференций, которые площадками являются для тех, кто хочет построить в этом направлении как бы некоторую определенную свою историю личную. То есть в личном бренде всегда нужна публичность. В личном бренде один из параметров очень важных это выступать. Выступать где-то на площадках. И поэтому у нас свои 7 конференций. Они у нас чередуются на различные темы. И многие конференции мы создали под членов союза для того, чтобы они, скажем так, в рамках проекта могли реализовать свою потребность выступать. По стайлингу так конференция была создана, по комплектации была когда-то давно создана. Так была создана когда-то конференция даже по хорике, когда у нас были девочки, которые мы понимали, что мастера спорта по ресторанной тематике, по офисам или еще по какой-то такой истории с коммерческими интерьерами связаны. Выступаем мы в разных странах, СНГ и так далее. Внутри союза это семья из крупных проектов, созданных GoodZone приложения для дизайнеров. Игорь Куркин, самая топовая звездочка, топ 100 AD. Рад школа была в рамках союза создана, как в консалтинге моем. Дизайн-декор школа Минская была создана в свое время. Личный бренд это то, чем мы внутри занимаемся. Внешне мы просто больше известны как ивент-агентство. И все это под колпаком союза дизайнеров и архитекторов. Сегодня про контент, который спрашивает Елена. Вот что у нас там внутри этого контента будет происходить. Как бы сегодня мы поговорим о трех направлениях в этом путь, как может идти. Вот есть я-концепция, когда мы через запакованность, через экспертность. И будет много примеров на эту тему. Есть концепция, когда мы что-то агрегируем. Есть маркетинговая концепция. Маркетинговая через продвижение. При условии, если у тебя хороший продукт. И получается в этой во всей схеме у нас есть три направления, в которых мы будем идти. Но это не три, что зависит от всего в мире три. Нет. Три для быстрого старта. Цель нашего вебинара, марафона, бесплатного вебинара. Вот так правильно. Марафон у нас только прошел по форме Люби. Цель это рассказать быстрый старт. Быстрый старт. Вот мы сегодня про это. А как можно выступить у вас? У нас выступает достаточно много членов союза. И мы сначала из них группируем состав тех, кому нужно. А всех остальных по остаточному принципу. То есть можно написать мне в инстаграм, допустим, или инстаграм союза, который внизу есть. Либо мой на каких-то слайдах он будет. Написать темы, с которых сильны, если мы поймем. Либо темы должны быть уникальны, что вы пипец какой-то востребованный персонаж на рынке дизайна, и тема ваша вкусная. Либо есть другая форма. Мы понимаем, что мы не добрали своих собственных спикеров, и нам интересен ваш опыт. Так, представляете, если бы 60 человек мне просто прислали по одной теме, у меня была бы уже конференция на 60 человек. У нас слишком много своих собственных ресурсов, которые готовы выступать и делиться контентом достаточно искренне и сильно. Опять же, из какого вы города? Напишите, какие у вас города. Потому что члены союза у нас из разных городов. Я скажу, из каких городов у нас вообще никого нет, а где-то есть. И, может быть, кто-то узнает своих соседей. Вот, каких-то крутых девочек и мальчиков. Я организовываю мероприятие. Также вот Паскаль Горовой, это наш замечательный. Это я с Юлией сзади был на Европласте. Европласте. Европласт, где Европласт? Секунду, покажите. Европласт в Минске был у нас Европласт. Вот тут вот. Вы были. Класс! Мир, Сургут, Махачкала, Санкт-Петербург, Челябинск, Ленинградская область, Екатеринбург. Отлично! В Екатеринбурге, кстати, возможно, скоро будет в ближайшее время мероприятие. В Волгограде у нас пока что не будет мероприятие. Там у вас свои движухи есть. Это Новосибирск. Так, Москва, Москва, Москва. Хорошо. Как называется ваш инстаграм? Сейчас все будет. Подождите, Елена. Сейчас все будет. Это известные европейские дизайнеры. Феррари придумывал. Это человек придумывал, помогал, основывал. Давайте вот так вот не придумывал, а был основателем недели дизайна в Италии. То есть в Милане. Лукафойс. Мы прям с ним переписываемся иногда. Прям он молодец. Но это известные личности, которые на рынке дизайна существуют. Вот слева мой друг, архитектор Нюльнин Синьковский. И прям потрясающий, живой энергии мужчина, архитектор испано-французский, русскоговорящий при этом. Поэтому наше общение с ним оно особенно. Самый дорогой архитектор Европы, Карим Рашид, ему мою лекцию переводят. Вот я в центре сижу. Тут как раз право Диана Балашова, слева Карим Рашид. А слева от меня, вот ровно слева от меня, это наш член союза, это любовь Сафронова, которая началась все, вот эта неделя дизайна в Узбекистане, это тоже наш проект союза. Вот, все началось с того, что я должен был приехать с конференцией. Вот, я говорю, слушай, ну как-то мелковато, просто выступление, давай конференцию. Она, говорю, ушла подумать и говорит, да давай неделю дизайна забахаем уже. Я говорю, давай. Я ей рассказал все, как я бы это делал. Она сделала все по-другому и у нее получилось. Она молодец. Вот, она получила просто, ну меньше заработок в этом всем, поэтому, потому что не сделала так, я и сказал. Но с другой стороны, для Узбекистана это очень знаковое крупное событие было. И вот, кстати, неделя дизайна, как кейс союза, да, как кейс моего консалтинга, это мероприятие оборотом 120 тысяч евро. Как вам цифры? Вот, достаточно мощненькое. Что-то мне подсказывает. Вот, это автогрессессия, это наши бизнес-конференции. Бизнес-конференция у нас проходит 7 лет подряд. То есть 7 лет подряд ежегодно мы встречаемся и рассказываем, что мы сделали за год. Запись вебинара будет, но вряд ли. Она будет у меня, но в бесплатный доступ я ее выкладывать не буду. Я тоже начал это не сразу. Сейчас мы уже переходим к контенту. Я занимался много маркетингом, у меня есть поставщичное направление. У меня есть студия дизайна в Москве и в Минске. Во всех этих студиях я занимаюсь маркетингом и рекламой. То есть у меня нет истории, связанной с тем, что я сам дизайнер. То есть я дизайнер не учу. Моя задача быть аналитиком, моя задача была понимать как психолог человека, видеть его ценности и на базе этих ценностей помогать выстроить проект в различных ипостасях. Кто-то пришел за проектом, а кто-то за продвижением себя. Поэтому это разные совершенно цели. Есть у нас внутренние ценности. То есть как бы ценности, которые есть. Смотрите, что у нас есть из ближайших городов, я пока вижу в ленте. На следующей неделе у меня два мероприятия в Казани. Потом будет с большой вероятностью Елена в Екатеринбурге. Но может поменяться. Мы сейчас согласовываем этот вопрос. И 100% будет в Санкт-Петербурге. То есть как бы у нас вот сейчас на апрель достаточно много разъездов. И в каждые из мероприятий буду я выступать. Наш союз организовывает эти мероприятия. Поэтому следите за разборами. Как бы там будет прям крутые контентные истории. Наши сейчас мероприятия теперь будут заканчиваться всегда живыми разборами ваших кейсов. То есть вы приходите, допустим, Елена, которая спрашивает там в записи или не в записи. Она пришла и говорит, Евгений, вот у меня такой-то опыт, то-то делал, что я могу сделать. И вот мы будем креативить именно под вас. Поэтому у нас переходит на новый формат нашей конференции. Такой жесткой обратной связи крутой. Итак, что важно. Первый момент – это ценности ваши, потому что от них все будем отталкиваться. То есть у вас есть ценности. Кто-то хочет замуж, кто-то в декрете, кто-то пост декрета. Кто-то выживает, у него ипотеки и 500 больных родственников. И 30 детей. А кто-то как бы пришел с ментальными, простите, яйцами больше, чем у мужчин, у некоторых, которые существуют у нас в мире. И хочет достигаторских больших рекордов, успехов и выше, глубже, сильнее. И только она, только единственная должна быть на рынке. То есть разные ценности у людей существуют. А следовательно, разные проекты мы и выстраиваем. Это тоже очень важно понимать. Я готова прийти к вам. Хорошо. Вы из какого города, Елена, простите, я просто не знаю, из какого. Сложный ответ. Вот. Есть. Давайте, вот, вы пока, мы будем потихонечку переписываться. Санкт-Петербург. Смотрите. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Заходите в Инстаграм. Как же, блин, наш Инстаграм называется? А, а что туда заходить? У нас еще Инстаграм... Миша, когда у нас будет сайт по Санкт-Петербургу? Тебя Аня давала какой-нибудь УЗ? В таймпаде у нас должна быть форма. Я надеюсь, люди не мечтают по губам. Как бы, в Санкт-Петербурге скоро будет мероприятие. Вот Union, да, заходите в Инстаграм, подпишитесь. Там есть вверху ссылка топлинк. Вот там вот буквально день-два появится сайт. Мы просто сегодня договорились, что мы делаем мероприятие, все утвердили. Теперь сейчас время сайта. Там будет выступать Полина Афонская, я буду выступать, Аня Космачева про системный бизнес. И будет ваш местный Санкт-Петербургский спикер, наш член Союза Николай Сорокин. Он про психологию очень круто рассказывает. Прямо тоже заслушиваешься, называется. Высокая экспертность у мужчины. Вот, ценность, упаковка и трансляция. То есть ценности наши, это одна история. Упаковка, это то, как мы, скажем так, выглядим. Это наши Инстаграмы, шапочки Инстаграм. Там вот, знаете, сайтики, не сайтики, визитка, не визитка. То есть вот какие-то инструментарии, такой маркетинговый, примитивный, который у нас и должен быть. В упаковку входит ваш лук. Простите за выражение, как бы, это история связана с тем, как вы выглядите. Потому что клиент, конечно, пришел, допустим, к нам на встречу, и он представляет, дизайнер, это какое-то такое, ну, божество из мира творчества. А мы, блин, по факту серая мышка, которая в шале пришла, или в каком-то старом свитере, или какая-то футболка. Ну, в общем, какая-то неряшливость присутствует. И таких очень много историй, очень много. Поэтому, прям, это тоже будет упаковка. Это тоже трансляция, как вы выглядите. Отлично. Елена, я уже так, ну, общий говорю, вы же должны понимать, что. Ломоносов тоже шел пешком в Москву, правда, не из Санкт-Петербурга. Ну, да. Трансляция. Трансляция – это то, как мы о себе говорим. Вот тут вот самая главная поломка. То есть зачастую в личном бренде у нас отсутствует просто только что мы орем про себя. Честно скажу, я ленюсь делать своим собственным Инстаграм посты каждый день. То есть трансляция у меня тоже страдает. Это моя, как бы, проблема. Но на аккаунт Союза у меня есть конкретный сотрудник, который, допустим, делает там посты, все время что-то выкладывает. Бывает с ошибками, бывает без ошибок, бывает все хорошо, бывает не очень. Ну, грубо говоря, там есть прям какой-то определенный движ в этом направлении. Вот. И ваша основная задача – понять, где вы жадничаете, где вы прячете свою трансляцию. Потому что наша одна из форм недостижения успеха – то, что мы скрываем от этого мира себя. Мы жадничаем, мы себя спрятали. И нас, как бы, не видно. А на самом деле надо себя дать этому миру 24 на 7 про себя рассказывать. И достигают успеха те девочки, которые в Инстаграм, не знаю, как бы они ни выглядели, они берут телефон и снимают себя, там, не знаю, во всех ипостасиях, когда они плохо выглядят, хорошо выглядят, отлично выглядят, потрясающе выглядят, отдыхают, все рассказывают. И это тоже мы, когда они не жадничают с этим миром, они дают себя этому миру. И пожинают другие плоды. У кого есть такое, что он себя немножко стесняется, немножко себя, ну, задвигает, поставьте единичку в чат. А кто, поставьте двоечку, кто такой экстраверт, там, хе-хе, рубаха, парень, там, сниму себя в любом состоянии, то есть, как бы, покажу себя этому миру. И это нормально. Я сам, как бы, вот, очень жадничаю. То есть, вот, серьезно. Прям вот, это тоже моя проблема. Потому что устал, лень, еще что-то. Вот, и это тоже Германия возле Франции. Один-два. Вот Александр Емельянин, тик, по-разному говорит. Вот, грубо говоря, у нас в этом формате тоже большая работа. Я эксперт и хочу вас выступать. Отлично. Нормально. Вступайте в союз и будете выступать. Вот. Либо напишите свою экспертность. Мало ли, как бы, мы поймем, что мы без вас не можем. А экспертность, ну, как бы, из серии «Я мастер спорта по дизайну» это, ну, такая не узкая экспертность. Вот сейчас мы перешли к тому формату контента, где мы разбираем три варианта пути развития, да. А потом разберем, кстати, не эти три варианта, а такие более широкие. Сейчас расскажу все. Подождите. Вот. Напишите мне в Инстаграм, пришлите свой номер телефона. У нас есть форма подачи заявки, у нас есть несколько типов пакетов. Я сейчас об этом тоже расскажу. Давайте вот чуть-чуть сейчас про контент, а потом я маленький такой продающий элемент все же дам. «Я эксперт». «Я эксперт» это когда мы для клиента хороши. То есть мы когда позиционируем себя для клиента, где мы себя запаковываем, как бы, в серии «Я стою дорого, я не знаю, с кем вы меня сравниваете, но вот я под номер один в каких-то вещах». В чем вы можете быть экспертом? Давайте пишите в чат, какие экспертизы точечные вы можете взять. Допустим, может быть эксперт по ресторанам. Но это все равно широкая достаточно история. Но это лучше, чем просто слово «дизайн интерьера». Понимаете, да? Какие еще могут быть эксперты? Давайте пишите в чат. «Можем быть экспертами по детским комнатам?» «Можем быть?» «Да, достаточно узко. Прям хорошо». «Могу быть экспертом по загородным домам?» «Потому что я раньше занимался ландшафтом?» «Могу?» «Нормально». «Я эксперт в текстильном декорировании интерьеров?» «Широковато». То есть это уже лучше, чем ничего. То есть Елена, это уже заузились. Ну, допустим, эксперт по текстилью, не знаю, там, гостиных комнат. То есть какие бывают решения текстильные именно в комнате, где встречают всех гостей, где нужно показать товар лицом, где много людей взад-вперед может ходить, где затирается все попами, где может бегать собака-кошко, где может быть направление. Условно говоря, это могут быть какие-то негорючие максимальные материалы, если это экстерьер, если это, наверное, интерьеры все же коммерческие. То есть мы можем, Елена, еще запаковаться более точечно, более узко в экспертизу. Потому что текстиль декорирования интерьеров, может быть, добавить экспертизу, может быть, экспертиза может быть декорирования интерьеров. Давайте вот рассмотрим по финансовой составляющей. Премиальные интерьеры. Я эксперт текстильных, премиальных интерьеров. Не знаю, как много у вас таких клиентов, но вдруг они есть. А может быть, если я эксперт по декорированию интерьеров при ограниченном бюджете, это другая, более узкая ниша. Чувствуете? Поставьте плюсик в чат, что кто-то почувствовал разницу в комплектации, искусство в интерьере. Я хочу стать экспертом. Окей, приходите в союз, мы проработаем эту тему. Мы этим там и занимаемся. Это всего лишь одно из направлений, как быстро построить личный бренд. Мы можем выбрать экспертизу. Экспертизу по ванным комнатам, можем по скоростному дизайну. Мы можем взять экспертизу по типам помещений, спальня, интимное пространство любой семьи, спальня. Вы знаете, что можно сделать там розоватые стены, они все равно от света будут отражать вам на лицо. У вас лицо будет более здоровый, розоватый облик, какой-то вид иметь. Это более сексуально, у вас личная жизнь наладится в семейной паре, которая 25 с плюсом уже вместе совместного брака. Чуете? Поставьте единичку в чат, кто почувствовал то, что я сейчас рассказал. Эксперт по коллаборациям, дизайнерам интерьера, домов, моды. Как интересно вы описали. Но тут другая штука, не заиграться, Елена. Слишком непонятно. То есть звучит прикольно, но у меня бредогенератор не соединился, у клиента тем более. Эксперт по восточным, заказчиком с классическими интерьерами, по современным офисам. Да во всем. Вот нужно не во всем, а хотя бы в двух, в трех вещах. То есть я эксперт и вот тут такой аватар, здесь такой, здесь такой. Перефразирую. Окей. Хорошо. Это один из способов построения личного бренда. То есть мы выбираем направление и начинаем громко кричать про то, что, блин, ну все приходят к нам за этим. По-другому никак. Вот. Агрегация. Второй тип построения личного бренда, если мы что-то организовываем. Организовываем как бы коллаборацию какую-то. Что это такое? Ивенты будут? Коллаборации? Да, будет. Школы? Онлайн? Не онлайн? Будет коллаборация, агрегация какой-то целевой аудитории? Да, будет. Возможно, допустим, Елена. Вы такая активная. Вот буду с вами сейчас общаться. Перефразируем. Эксперт по модным трендам в интерьерном текстиле. Окей. А как можно в агрегации использовать вашу историю? Теоретически вы можете организовать мероприятие. Человек на 50 своих коллег, которые бы вы обсудили, как на форуме громко, чтобы эксперт по модным тенденциям в интерьерном текстиле. Ну, реально было бы обсудить эту тему на злобу дня. Какие проблемы? Как повлияла пандемия? Какие новинки? Он прошел, мозг бьют, хэм текстиль или еще что-нибудь. Все говно, короче, все старье какое-то показали. Вот. И полторы новинки такие, знаете, как фокусы детям показывать. То есть никто особо ничего не обнаю. Прям так вот по чудесному и волшебному. Вот. Ну, логично, да? Вот. Следующий момент. Вы могли бы как бы поднять проблему продаж переговоров в текстиле, работу с дизайнерами, откатную историю, как облегчить комплектацию и ускорить ее? Найм, блин, сотрудников в текстильном направлении. Это легко. Вот. Это форма агрегации. Когда вы являетесь не просто экспертом, а еще ведущим, эвентологом или просто у вас свои конференции. Я, допустим, встретился недавно с мужчиной. Борис его зовут. Потрясающий, харизматичный мужчина, который мы обсуждаем. А масштаб, ну, там у него производство. Ну, там что-то по потолкам натяжным мутит. Ну, что-то с освещением. А потом он говорит, что, знаешь, мы, Евгений, организовываем турне по всей России. Мы организовываем мероприятие для потолочников. И мы собираем конференцию, где по 500 человек сидит, людей, которые натягивают потолки. Мы агрегируем этот бизнес и обучаем его правильно развиваться. И по маркетингу тоже. И чувствуете сейчас, как поменялось? До этого был просто поставщик. До этого был просто мужик, у которого какое-то производство. А маленькое, но большое, да мне непонятно. Ну, хоть квадратные метры-то несколько, хоть 9000 метров квадратных. Я не понимаю, что это такое, большое это производство или маленькое. Может быть, норма для этой ниши 15000 метров квадратных, а у него всего лишь два. Понимаете, да? Ни о чем. 15 лет на рынке, тоже ни о чем. А то, что он агрегирует рынок и у него, как бы, свои собственные конференции для потолочников. Поставьте яичку в чат, у кого такая же тема. Ну, кто прочувствовал, что это был ключевой экспертный формат, влияющий на экспертизу этого человека. Давайте, ключевой формат для влияющей на экспертизу. Поставьте яичку в чат. Как отключить чат? Я не знаю, как это работает, честно скажу. У меня просто, я с компьютера же, а вы, возможно, с телефона, поэтому у вас по-другому выглядит все. А если не про конференции, как еще понять, что значит агрегация? Агрегировать рынок, школу. Вы можете создать онлайн-школу, живую школу. Вы можете создать школу для новоселов, для разных целевых аудиторий. Вы можете создать обзорную какую-нибудь книгу или каталог решений. Это все будет агрегация. Эксперт по проектированию корпусной мебели под любой интерьер. Любой интерьер не делает узкость. Вы эксперт по проектированию корпусной мебели. Окей, это звучит для кого-то нормально, но если взять эту тему немножко все же. Эксперт по проектированию корпусной мебели в гостиные комнаты или в сложные гардеробные. Кто из вас хотел бы, кто в чате сидит, эксперта по проектированию маленьких, но пипец вместительных гардеробных, под современные запросы, под определенные гладильные какие-то истории, под чемоданы, под вечные обувь, как сороконожек. Поставьте троечку в чат. Кто, у кого это боль, в маленькую гардеробную вместить как можно больше, чтобы это еще с подсветкой было. Это хоть как-то проветрилось и не порнушно выглядело. Я ответил на ваш вопрос, кто там задавал, куда ты делся ближе к интерьеру. Эксперт по проектированию корпусной мебели в любой интерьер. Анна К. Мне ближе интерьер для арендной недвижимости. Тоже это ниша. Это не значит, что будут запросы, потому только маленькие гардеробные. Нет, это вообще никак не связано. Это просто, чтобы запомниться. Наша основная задача, как бы все остальное это маркетинговый прорыв называется. То есть, если вы будете под это, конечно, рекламироваться, то в какой-то момент у вас будут запросы именно в этом формате. Но это не наш кейс, это просто кейс рынка, что есть такая студия «Однушечка». И она так назвалась, потому что она привлекала замечательных своих клиентов из целевой аудитории. Те, кто «Однушечки». А потом пошел сарафан и нормальное портфолио, где приходили и «Двушечки», и «Трешечки», и «Коттеджечки», и, наверное, офисники. И у этой студии, я так понимаю, в свое время было все хорошо. Не знаю, как сейчас, но в свое время – да. То есть, это временное было привлечение внимания, что они эксперты в этом направлении. А кто из вас создал сайт дизайнерский «Двушечка» или «Трешечка»? Мне кажется, никто. «Однушечку» знаем, а «Двушечка» и «Трешечка» не появились. Или «Коттеджечек». Ну, как бы, вот так это и выглядит. То есть, еще очень много нетоптанных троп. Вот. Да, спасибо. У меня есть хороший мебельщик, но мелкими заниматься невыгодно. Эксперт по… Смотрите, вот Александр Емельянчик написал. «Мелким заниматься невыгодно». «Мелким невыгодно заниматься задешево». А если это мелкое, будет стоить в два раза дороже? Чего бы этим невыгодно заниматься? Все выгодно. «Эксперт по грязеустойчивым обивочным тканям». Вполне возможно, да? Да, но просто вопрос, нужна ли эта целевая аудитория, как бы, будет ли здесь продажа. Лучше попробовать все же найти не просто экспертизу, а еще все, что будет продаваться. Но, как экспертиза точечная, очень хорошо. У меня, кажется, сейчас появилась идея. Замечательно, на то и нужен был вебинар. Представьте, сколько у нас идей внутри Союза. 500 тысяч циклов на истираемость. Да, когда мелкие берут, потом берут на весь дом. Да, 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 да. Именно так это работает. Дальше, третий. Поставьте троечки в чат, что вам понятно, что в разнице между «я эксперт» и «агрегация». То есть «я эксперт», когда мы занешевались, агрегация, когда мы что-то объединили. Объединили что-то, как бы, вот схватили, окружили и вот создали экспертизу свою в том, что вы организатор. Условно говоря, поставьте, кто хочет, вот поставьте плюсик в чат, кто хочет заниматься ресторанами, но у него нет кейсов. Давайте, поставьте плюсик в чат, кто хочет заниматься ресторанами, но у него нет кейсов. троечки. А я говорю троечки или плюсики? Вот через одного. У меня есть кейсы. Хорошо. Плюс-минус, хочу ресторанами заниматься и не хочу. Или есть кейсы, или нет кейсов. Хорошо, как-то не много людей. Все остальные не хотят ресторанами заниматься. Странные вы. Все наоборот хотят. В этой схеме вы можете сравнить. Давайте подумаем. Вы можете, допустим, взять и попробовать организовать мероприятие про современные тенденции в дизайне интерьеров ресторанов для рестораторов. Нужно быть тут экспертом в СЕРУСИ по дизайну. Нет, вы должны быть просто круче по дизайну, чем рестораторы. Логично. Это будет форма агрегации. Если вы правильно преподнесли историю своей упаковкой, даже если у вас мало кейсов или их отсутствия, вы можете честно рассказывать, что те примеры, которые мы смотрим, мы взяли из Пинтерста, то в этом формате вы можете все равно найти 20-30 рестораторов свою целевую аудиторию в виде тех, кто с вами попробует заняться, попробовать реализовать объект. Потому что вы будете дешевле, чем именитый дизайнер. Допустим. Понимаете, да? Это заходит через агрегацию. Потому что к вам уже есть доверие. Нет кейсов. Отлично. Вот. Маркетинг прорыв – это когда нам повезло за счет хорошего либо продукта, либо хорошей рекламы. Что это такое? Это, допустим, пиковый дарью. Знаете? Пиковый дарья. Поставьте плюсик в чат, кто знает Пиковый дарью. Это очень такой известный блогер в дизайне интерьера. Ну, из ниши дизайна интерьера. Назовем это так. У которой там много тысяч подписчиков. Ну, просто нереально. У нее что, лучшие дизайны? Она что, в АД печатается? Она что, как бы, ну, вот прям вот нереально бомбит, как бы вот своими дизайнами. Да нет. Обычный. Правильный маркетинг. Супруг у нее правильно занимается ее продвижением, занимается давно. И он большой умничка. Я, она большая умничка. Они трудяшки. Они работают в этом направлении. И, как бы, они вот маркетинговый прорыв. То есть, они правильно упакованы и правильно продвигающие свой продукт. Вот. Это как один из форматов. То же самое многие есть и дизайн школы, которые быстро взлетают и еще много раз взлетят. Потому что они правильно упакованы и они являются хорошими продуктами. И это, когда ты вваливаешь в это деньги. То есть, как бы, когда ты тратишь деньги на привлечение, на рекламу, на, скажем так, адаптацию, как это назовем, своего продукта и продвижение его. То есть, назовем это маркетинговый прорыв. Точно так же многие другие. Кто-то пошел просто в нишу впервые в жизни, попробовал и получил результат. Кто-то пришел на рынок и... Как это сказать? Давайте пример к этому приведем. Кто у нас еще маркетинговый продукт, может быть? Кто хорошо пропиарился? Шапочников. Ничего, крутые интерьеры. Нормальные, обычные. У них еще довольны клиенты. Я с ним работал по вентиляции. Так же им недовольны. Ни хрена. И это самое несбалансированное управление, менеджмент страдает и так и тому подобное. Отличный маркетинг. Хорошо сделал в ютубе. Красавчик. Аплодисменты. Вот, он молодец. Просто ремонт. Возможно. Я училась у Полины Лебедевой. Не знаю. Я знаю Полину Лебедевую. Я с ней дружу. Я не знаю просто как бы результат ее. Она вот потихонечку делает, что Полина Лебедевой школа самая известная. Да половина тут. Да какая половина? Большая часть не знает вообще, кто это такая. Просто рекламируется на ту аудиторию, которая является ее целевой. И это маркетинговый прорыв по-своему. Просто ремонт. Хороший блогер, у которого есть свои проблемы, у нее отписываются те, кто уже сделали ремонт и больше не хотят на нее быть подписаны. Поэтому она буксует в своих двухсто тысячах подписчиков и не прорвала их. И она превратилась уже давно в блогера. У нее что, лучшие интерьеры на планете Земли? Нет. Маркетинговый прорыв. Правильно. Женя Жданова. Маркетинговый прорыв. Но, знаете, тут еще талант у нее, так все же, такой прям вот ярко выраженный, честно скажу. Вот. И правильная упаковка. Хотя она была долго маркетологом, по-моему, сети какой-то известный аптек. Не хочу даже врать и так далее. И на рынке она не так давно сделала правильное движение с книжками. И ее книжки – это агрегация. Агрегация решений для определенных целевых аудиторий, которые подчеркивают ее экспертизу. Но эти книжки не для дизайнеров. А дизайнеры по глупости покупают ее книжки. Эти книжки для конечного клиента. И для понтова Жени Ждановой. И это работает. И просто кто-то из дизайнеров еще на это тратит деньги. Смешно. Анна Аня Акопян. Честно скажу, Shell Nut. Жилины. Жилины – это будет тоже… Ну, Жилины тут и то, и то. То есть, Жилины. Я хорошо к ним отношусь. Хорошие ребята. Да, маркетинг-прорыв можно носить. Афонская. Да. Да, 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 да. То есть, вот как раз такая эта история. Это либо хороший маркетинг, хорошая упаковка, либо агрегация, какой-то неповторимый проект, который есть. Либо режим «Я эксперта», где вы в тихушку просто хвастаете клиенту, что вы молодец. Это три самых простых способа в этом направлении покопать. Хотите еще контента более жесткого, более горячего, более такого, знаете, что мы внутри союза чудим? У нас есть же замечательные тренинги, которые просто прекрасны по своей глубине проработки различных вопросов, связанных с развитием. Один из них – это спиральная динамика. Чуть дальше про него расскажу. А другой – построение уникальных торговых предложений. У нас есть потрясающий крутой тренинг. Только одна Анна хочет продолжения? Вот. Фотожей рассказывать не буду. На самом деле, один человек из 50, если говорит, что хочет еще контента, вот, тогда я сейчас выйду рассказывать, что такое союз. Вот. Пишите плюсик, если вам нужно продолжить контент. Если нет, то я выйду в рекламу сейчас. У нас есть УТП. Это тренинг по строению уникальных торговых предложений. Что мы там делаем? Мы там за 8 занятий выстраиваем как раз проект, которого не было. Дальше. Следующий момент. У нас есть тренинг по спиральной динамике. Это психология изменения ценностей. У нас есть тренинг ораторское искусство и продажи со сцены. Прям вот такая вот инструкция по манипуляциям и выступлениям для тех, кто и раньше не выступал. А является экспертом и хочет сцену. То есть, я всех членов союза прогоняю через эту программу, потому что она, все эти программы бесплатные для членов союза. То есть, УТПшка, наверное, стоит там тысяч 8 или 15, не знаю. 15 точно стоит ораторское искусство. Он двухдневный тренинг. Спиральная динамика у нас стоит 30 тысяч. То есть, как бы, ну, сами понимаете. У нас есть продажи переговоры, которые тоже тысяч 15, наверное, стоят. Огромный тренинг 25 часов. А спиральная динамика 44 часа. Понимаете, да, размеры тренингов? То есть, они очень глобальные. Я уж не говорю про тренинги сарафанной радио, личный бренд, привлечение клиентов. Это все такая мелочевка. А то, что члены союза получают записи за 7 лет моих выступлений и организации конференций. Мы все основные конференции всегда записывали. То есть, это тоже безлимиты. Как бы, это, как бы, очень много. Для меня ораторское искусство. Да, 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 у нас очень крутая программа по ораторке. Сейчас расскажу. У нас есть градация членства. Это 60 тысяч, 100 тысяч и 400 тысяч в год. Но об этом чуть позже. Давайте про контент. Все же там несколько людей. Как бы, на... Кто хочет союз, пишите мне в Instagram. То есть, в Instagram мы с вами начнем переписываться, пообщаемся. Обменяемся телефонами и будем отдельно созваниваться. Потому что я вам сейчас расскажу, что такое союз. Но у нас с каждым отдельно будет собеседование. То есть, это так как мой собственный клуб. Я должен понимать, с кем я внутри буду работать. И мы многим отказываем. Потому что приходит с целями, которые, ну, реально внутри нашего бизнес-клуба не воплотим. Либо я не хочу воплощать это по каким-то причинам. Вот. И поэтому у нас бывает такое, что мы расходимся. Переходим. Что такое проработка проекта. Если мы... Это слайды из тренинга по УТП. Как мы создаем уникальные торговые предложения на базе того, что даже я сейчас в двух словах рассказал. Мы разбираемся с внешними факторами. Что происходит у нас сейчас на рынке. Допустим, пандемия, не пандемия. И общая покупательная способность рынка чуть упала. Это ваши внутренние какие-то истории с ценностями. Возможно, вы перешли в выживание. Или наоборот, решили спасать этот мир. Дельфинов, тающие ледники. Собачек кормить сосисками у бензозаправок. Как бы голодающих, мимо бегающих и так далее. То есть у нас бывают разные изменения самих собственных ценностей. Это проблема желания потребностей мы изучаем. Что хочет клиент. Потому что от того, что мы думаем, что мы знаем про него все. Но это тоже в раке. Часто мне, допустим, недавно один член союза. Было тоже домашнее задание в тренинге. Позвонить клиентам и узнать, почему они выбрали ее. И та позвонила, сняла корону вот так вот. А она уже великая в своем городе. Убрала. И позвонила клиентам и спросила, как тебе выбирали. Они говорят, блин, мы до вас дозвониться не могли 5 раз. А мы слышали, что вы крутой дизайнер. И нам было принципиально узнать, сколько вы стоите. Вы стоили приемлемых денег, а мы решили работать с вами. Нам было просто интересно поработать с дизайнером, до которого нельзя дозвониться. Вы без голодных глаз с нами общались. Она могла себе это представить? Никогда бы она не узнала, что такой отзыв о клиенте имеет. Дальше. Четвертое. Это уникальные характеристики. Ваши, скажем так, уникальные характеристики. Там К написано. Уникальные характеристики. У меня ошибка в слайде. И плевать. В общем, уникальные характеристики. Это когда мы должны упаковать себя. Какие у нас могут быть характеристики? Опыт. А, пишите вы. Что я тут вам все рассказываю? Какие могут быть у вас характеристики? Напишите, пожалуйста, в чате, какие могут быть характеристики. У вас какого-то клиента вы объясняете, что вы молодец, потому-то, потому-то. Вот что за потому-то вы можете хвастаться. Напишите, пожалуйста, какие у нас могут быть уникальные характеристики. Я очень чувствую разницу оттенков. Ну, чувство вкуса, характеристика. Давайте вот так вот. Слушайте, какие вы неактивные. Я вас люблю. Навыки. Ну, навыки – это какое-то общее слово. Давайте, наверное, помогать вам буду. Потому что, ну, что-то вообще со скрипом. Такое ощущение, как будто у вас 50 человек почти. А заржавели, конечно, будь здоров. Вот. Опыт ваш в годах, да? Ох, кто-то написал опыт. Спасибо. Профильное образование. Да. Логичные планировки. Ну, как бы, хорошие планировки, да, экспертиза. Лучшие из лучших. Это общая фраза. Умею прорабатывать чертежи. Мы пришли вас послушать. Мы пришли вас послушать. Хорошая база поставщиков. Хорошая база поставщиков подает. Ладно, давайте вот просто логически. Образование – да. Сколько лет на рынке – да. Сколько людей работает на вас – да. Офис, не офис – да. Эксперт вы или не эксперт. Выступайте сами где-то или нет. Преподаете там сертификаты, дипломы, премии. Ездите на выставки российские и иностранные. Возможно, это что-то связанное с кейсами известных брендов, с которыми вы работали. Может быть, 500 квартир, которые вы сделали. Может быть, 33 офиса или 22 ресторана. В общем, у вас кейсовые истории. Может быть, 18 степеней проверки, а может быть, как бы, гарантия 100% возврата денег, если вам не понравится дизайн-треер. Понимаете? Сколько мне потребовалось сейчас секунд, чтобы это все выговорить? Я думал? Нет. Потому что это на языке. У вас это на языке нет. Значит, в торгах вы будете… Почему вы стоите дорого? У вас будет внутренняя пауза. Вы от обиды широко раздули нозырь и схлопнули их, как бы, потому что не знаете, что сказать. Ну, потому что что-то внутри кипит, а сказать нечего. Вот и все переговоры. У вас клиент утраговал. Опыт работы с мебелью. Да, 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 да. Все, сюда же. То есть вы эксперт по переделке мебели, мебель… Реставратор, слово забыл. Дальше. Конкурентные характеристики. Как бы, это то, с чем вы отличаетесь от соседей. Вот. И нужно разобраться вообще, чем соседи торгуют. Может быть, у вас это тоже есть, а вы просто не говорите это, да. Триггер. Это психологические кнопочки. У нас их 25 или 26, которые мы в тренинге по УТП про это рассказываем. Где мы подробно рассказываем, что это такое, как этим пользуются и как создавать предложения рекламные с учетом триггера. Триггер, обжорство может быть? Ну, как бы, кушать. Все смертные грехи триггеры, но их просто не так много. Поэтому у нас 25 их как-то побольше, чем смертных грехов, сами понимаете. Допустим, например, обжорство. Я создам, ну, как бы, если вы обратитесь к дизайнеру, который не знает психологию цвета, то он вам создаст желтую кухню. У вас жена будет все время есть, хотеть, потому что это аппетит вызывает. У вас будет толстая жена. Вот, не хотите толстую жену, обратитесь к профессионалу, кто-то разбирается в цветах. Пример нормальный? Ялма. Алма, Алма. Как бы, поставьте плюсик в чат, что вам понятен пример. Я только что использовал триггер, как бы, связанный с обжорством, и с ревностью, и с сексуальностью, и так далее. Толщина не имеет значения. Знаете, сколько волка не корми, у медведя все равно толще. Поэтому имеет значение. Вот, дальше, ок, у нас зеленая кухня. Отлично. Это тоже цвет, что это обозначает, Владимир, я вам по секрету скажу. Вот, но я вам не скажу, что он. Офер. Это ваше спецпредложение, которое мы можем транслировать нашему замечательному клиенту. И кто-то, может быть, бесплатные планировки делает, у кого-то бесплатные консультации, у кого-то скачай книжку, у кого-то скачай гайд 17 ошибок при выборе строителя. То есть, может быть, что угодно. Дальше. Толщина это круто. Я сейчас не про женские фигуры, потому что вы сами понимаете, что к лету, если не успел начать подготовиться, то берем обаяние. Вот, обаяние, обаяние, не то слово выговорил. Вот. И люди, как бы, они не по красоте, а по энергетике, конечно же, различаются. Есть такие люди, которые просто зажигают, они меняют атмосферу в помещение, когда они входят. И это классно. Это круто. Быть таким же человеком для своего клиента. Для этого нужно понимать. Быть заряженным. Уметь балансировать, работаю, как бы. И кто-то приходит, честно скажу, к нам в Союз, как в бизнес-клуб, да. Не просто в школу построения личного бренда, а в бизнес-клуб. Что просто давайте диригировать. Я, блин, задолбалась работать. Вот. Помогите мне. Почему я веду 20 объектов сама параллельно? У нас есть такой дизайнер в Союзе, который ведет 20 объектов параллельно. Вы представляете? Я не представляю. Вот. Это слоган. Это продающая история. Это неявное знание, где вы чувствуете. Вот у меня сейчас есть Хельд, видите, из Германии флажок, Наталья. Она член нашего Союза. Потрясающе. Она нумеролог, энергопад. Я не знаю, чем она только не занимается. Вот. И она со мной работает. И она вообще потрясающая. Вот. Можете написать мне в Инстаграм. Я дам ее Инстаграм. Вы ей напишите. И она вам подскажет, как вам правильно вести в тех или других отношениях. Просчитает по цифрам. Ваш бизнес, ваши затыки и так далее. Кто готов был бы отдать за это 5000 рублей за этой консультации? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Кто хотел бы разобраться, что ему мешает больше денег зарабатывать? Поставьте плюсик, пожалуйста, в чат. Те, кто поставил плюсик, пишите мне в Инстаграм. Я вам, ну, как бы, дам координаты Наталии Хельт. Она из Германии. Видите, немецкая ведьмочка. Шучу. Немецкий специалист, русскоязычный, разумеется, наша коллега, вот, которая сама дизайнер и со своими клиентами работает в этом направлении. Она член нашего союза. У нас вот таких вот звездочек, на самом деле, и 60 человек очень много. Я искренне надеюсь, что у нас будет сейчас еще больше. И потихонечку у нас будет расти стоимость вступления в союз. И это, ну, как бы, крутая история. Вот. Поэтому пишите мне в Инстаграм. Инстаграм мой по центру слайда внизу. Вот. Я прям вам, ну, как бы, вас всех перенаправлю по адресу. Будете с ней напрямую переписываться. Вот. Я не знаю, правда, как деньги в Германию отсылаются. Но я думаю, она может через меня как-то сегрегировать этот вопрос. То есть, как бы, я ей соберу и потом скопом отдам. У нас есть с ней финансовые отношения. Вот. Невероятное, неявное знание, это когда ты вот можешь чувствовать человеку. Они пришли с каким-то бредом со своим. Мы хотим классику, а ты понимаешь. Или, ты знаете, вот, клиент пришел и говорит, я хочу минимализм. А ты приходишь к нему домой, а у него там все, как бы, бардак, бардак такой, что ты спотыкаешься об игрушке. А вы переезжаете, да? Нет, у нас всегда так. И ты понимаешь, что там минимализм – это крик души. А им нужен просто правильная внутри квартиры логистика, эргономика и система хранения. Им нужна современная классика. А минимализм – это потому, что она устала от бардака и от детей, которые во всем спотыкаются. Поставьте единичку в чат, что вам понятен этот пример. То есть, ваше неявное знание, когда у меня клиент разрывал со мной договор, приехала. Как бы, у меня комплектатор, ведущий дизайнер, дизайнер, продавец и ведущий продавец. У нее пять женщин добавлено было с клиентом в группу в WhatsApp. И она приехала все равно разрывать договор, ее не уболтали и так далее. Оказывается, она говорит, вы мне сделали дизайн говно. Я смотрю, а там не говно, там нормальненько. Ну, по потолкам вопрос их был, но все остальное нормально. И полностью по ТЗ самое интересное. В результате выяснилось, что не дизайн говно, а визуализации ей не понравились по качеству. Но только не пять женщин, блин, из моего коллектива, а я сумел прочитать между строк, что она имеет в виду. Ей не нравится качество визуализации. И мы остались в проекте, никто никому не возвращал деньги, мы просто переделали визуалки, наняли другого фрилансера, который нормально нам зафигачил это. Мы не пожадничали. И поэтому клиент был недоволен. Понятен пример. УТП, построение уникального торгового предложения, личность, самооценка, продажа и ваша упаковка, бренд, являетесь ли вы уже брендом и можете ли вы себе играть. И закон Мура, это когда, как вам сказать-то в двух словах, те, кто сейчас заняли определенные позиции, через два года, если не занимаются ерундой, будут в два раза круче в этом вопросе. И те, кто начнут через два года люди, им все сложнее и сложнее будет догнать тех, кто уже давно разгоняются и бегут вперед правильными телодвижениями. Дальше. Типология проекта. Переходим к следующему контенту. Крутому контенту. Это типы клиентов, это дизайн, архитектура, возможно поставщики, возможно декорирование, предметы, промышленный дизайн, знания, школы, развлечения, эмоции, игры, даже игры подходят. Потому что дизайн-мафия, кто хочет стать миллионером, это тоже форма агрегации дизайнеров и это типология проектов, которыми можно заняться и зарабатывать деньги. Порталы, ивенты, хорика, ну ресторанная тема, общественные, промышленные, коммерческие интерьеры, интернет, телефонии, СМИ электронные, СМИ живые. Допустим, что агрегации будет. Если вы, у кого проблемы с чертежниками, поставьте троечку в чат, что у вас проблема с тем, что, ну, как бы, чертежников нормальных, ребят, которые вот сделают рабочую документацию, ну, хочется сделегировать, а нормальных нет. Поставьте вот что-то там в чат, что я просил вас поставить в чат, вот до этого, что я просил, поставьте. Троечки, да? Походу троечки. Вижу, есть такая боль. А почему бы не сагрегировать рынок и не возглавить этот бардак и не создать свое какое-то бюро, где вы будете заниматься, ну, как бы, документацией, вот, где вы найдете штатных каких-то сотрудников, загрузить их, вот, и будьте в этом направлении предоставлять услугу своим коллегам. Я все делаю сама пока. Как бы, можно самому много чего делать, вот, но когда-нибудь взрослейший понимаешь, что есть те, кто лучше. Вот, Валентина, это вопрос, связанный с тем, что не пришла еще точка насыщения. Есть насыщение прошлой роли. Есть инструменты, как бы, знания путей, что нужно делать на следующем уровне. Вот, если вы забыли, вступайте в союз, и мы вам это все напомним, вот, скажем так, вот, это типы. И теперь самый сложный контент, который мы внутри делаем, есть такая формула поиска ниши Евгения Тюрина имени меня, это ниша, когда мы через несколько фильтров прогоняем актуальности этот проект, когда разбираемся в процессы, в типологии агрегации, вот, и через спиральную динамику через определенные ценности и клиента, и вас самого выстраиваем нужду, как бы, креатив проекта, то есть, что нужно рынку, какие у рынка сейчас ценности, на какие мы можем опереться, что мы можем сегрегировать в этом направлении. И выстраиваем после этого стратегию запуска. Это такой дорогой, сложный консалтинг, который в УТП у нас есть, а я потом просто для членов союза, грубо говоря, это рихтую в этом направлении. Поэтому это то, что тоже мы занимаемся. Вам не нужна эта формула, как сейчас, как она выглядит, вам нужно понимать, что внутренняя кухня, потому что до этого то, что мы делаем в союзе, это как магия звучала, ну как секта выглядит. То есть, что-то люди приходят, довольны, какие-то отзывы, а что делают, непонятно. Потому что мы это как бы, ну не купили тренинг, а что вам про это рассказывать? Не рассказываем. А сейчас вот честно рассказываю на вебинаре, чем мы внутри занимаемся. Вот, разумеется, все это с использованием спиральной динамики, с изменением ценностей, типов людей, что им нужно, как у них происходит принятие решения на разном этапе и так далее. То есть, это сложная психология, которую я научился вам доносить, ну, 10 лет этим занимаюсь. 10 лет! Кошмар! Я сам в шоке. Я рассказываю и не верю, что я 10 лет преподаю. Разумеется, давайте пробежимся по кейсам. Что мы с кем сделали? У нас есть, допустим, Нина Лопатина. Она была эксперт по деливированию. Потом у нее появились направления, связанные с партнерами, работать с партнерами. Потом у нее появились направления, связанные с коммерческими интерьерами и так далее. Это типичный эксперт. Она ничего не агрегирует. Она, я эксперт формат. Екатерина Бессонова, наша звездочка, смм, фея на рынке дизайна интерьера. Это будет форма, ну, если она главная смм-общица рынка дизайна, да, я эксперт. Согласны? Поставьте плюсики в чат, что вам понятны примеры. Мы сейчас разбираем их УТПшки, их экспертность, их личный бренд, многих из тех, кто здесь приведен. И вы поймете, что это я эксперт. Понятно. Плюсики поставьте все, что пока что понятно. Анна Космачева. Системный бизнес в дизайне. Я эксперт, потому что она профессионально у нас этим занимается сейчас. Игорь Куркин, он звезда. Это больше маркетинговый прорыв. Потому что он не позиционирует себя, что он какой-то клевый эксперт в одном только направлении. Он показывает правильный запуск себя через правильные знакомства, через, как бы, правильную упаковку себя. Ну и плюс он сам потрясающе талантлив. То есть, как бы, здесь будет маркетинговый прорыв. Плюс к экспертизе, разумеется. Екатерина Кусмауль, главный наш замечательный юрист союза. Юрист еще для дизайнеров интерьера в Север-Руси. Да, это я эксперт формат. Алена Санаева. Алена Санаева, помимо того, что я эксперт во многих форматах своих, при поднесении своих услуг, так она еще агрегирует, допустим, другие ниши. То есть, она может организовать форум медиков, форум топ-моделей, которые модерируют и управляют им. То есть, у нее и я эксперт, и агрегация. Кирилл Кухарчук. Самая большая школа дизайна в Республике Беларусь. Сейчас он уже не член Союза, но, тем не менее, долго им был, и я помогал создавать эту школу на ранних ее этапах. Он создал свои конференции на рынке дизайна. И это типичная форма агрегации. То есть, если даже его кто-то не знает, и личным брендом он максимальным не стал, то его проекты знают. И это, как бы, форма агрегации. Ольга Угор. У нее ей экспертиза через трансформируемые пространства. И скоро у нее будет публикация со своей собственной квартирой, которую я ей прошу отфоткать три года, а она только сейчас сделала. Ее с удовольствием принимает журнал. Дальше. Ирина Багальтикова. Я эксперт. Она современное искусство. Эксперт по современному искусству. И она занимается тем, что проводит экскурсии в этом направлении по выставкам современных экскурсов. А это называется уже агрегация. Понимаете, да? Дарья Шевченко. Создала приложение для дизайнеров. Окей. Агрегация. Создала франшизы для дизайнерской студии и долго их продавала. Окей. Агрегация и маркетинговый правильный запуск. То есть Дарья Шевченко это такой серьезный игрок в этом вопросе. Играющий бизнесмен. Игорь Беляев. Я эксперт по коммерческим интерьерам, по ресторанам. Лариса Бундова. Школа дизайна для детей. Агрегация. Детей агрегирует. Светлана Иванова. Искренний сервис. Мы с ней первые. Кто проходил наш марафон формулы любви в бизнесе и с клиентами? Поставьте плюсик в чат. Вот со Светланой Ивановой мы первые это внедрили еще в 16-17 году. Формулу любви в ее бизнесе. Вот я про нее рассказывал, про ее крутые кейсы. Анна Елена. Она я эксперт для своих клиентов. Елена Васелова. Пробовала и интерьерный стайлинг. Это я экспертиза. Но сейчас ушла больше в школу декорирования для, ну как бы, самостоятельного для конечного клиента. Вот так я бы сказал. То есть это агрегирование. Вот. Это крутые были кейсы. Вот. И наша основная задача не думать, что нам это не нужно. Как у нас в Союзе. Кто хочет еще кейсов? Поставьте семерочку в чат, если вы хотите, чтобы мы еще разобрали. Кейс просто у меня еще есть. Я думаю, как бы, ну устали вы, не устали рассказывать. Потом расскажу, как в Союз вступить. А то я все никак до этого не дойду. Ну, помимо всего, нужно написать мне в Инстаграм. Давайте первый момент. Вот. У нас основная задача оптимизация навыков и выбрать свою сильную сторону. Мы не делаем, как стандартный тренинг из серии. Ребята, сейчас мы все выписываем характеристики своих клиентов. Вот и подстраиваемся. Нет. Мы смотрим на себя в первую очередь. Характеристики, конечно же, мы выписываем. Ну, во всех тренингах, кто из вас проходил, мои, там, всем этим занимаемся. Но внутри Союза мы занимаемся все же, мы смотрим себе в душу, вовнутрь. То есть, а, что я-то хочу? Вот, чтобы себя не обмануть. Потому что, от того, что ты пойдешь по стандартным курсам из серии системный бизнес, и ты пошел в него, и как бы и вляпался, и стал системным. А ты бы не был системным. Для тебя это на разрыв аорты. То есть, как бы это, какая-то история такая очень сложная. Очень ресурсно потребляющая, ну, как бы затратная. И ты понимаешь, что вот все не то. И вот в этом как раз прикол. То есть, быть, остаться честным с самим собой, заниматься личным брендом. Тогда ты реально от этого будешь кайфовать. И вот, нет, спасибо, нам не нужен Союз, мы слишком заняты, мы сами будем волочить свой бизнес. Да, пожалуйста. Это нормально. Анастасия Литвинова. У нас дизайнер, мы сегодня с ней виделись. У нее потрясающие планы, грандиозные. Тоже вы слышите на наших ближайших конференциях. Вот. Анастасия Литвинова у нас, разумеется, как бы дизайнер из политики. То есть, у нее гигантский политический ресурс. Давайте вот так этот назовем. Вот. Административный ресурс. Она знает очень многих и со многими общается. И у нее всегда глобальные планы, потому что она прям, ну, максимально крутая, амбициозная. Эта звездочка нашего Союза такая скрытая, которая очень мало тусит со всеми. Вот. Она просто делает свои дела. У нее самая крутая дизайнерская студия в городе Орел. Вот. И она там номер едет, разумеется. Сделать, пустить слух, что ты, как бы, кто не у тебя купил дизайн, тот плох. Как бы, и весь город, чтобы согласен был с этим. Это, да, пошла в политику. В опоре России достигла определенных высот. И, грубо говоря, это называется агрегация. То есть, она и я эксперт, и агрегацией занималась. Евгения Матевиенко. Просто пахарь, молодец, архитектор, дорого стоит, потрясающее портфолио. Вот. Я эксперт. То есть, она эксперт как дизайнер. Любовь Сафронова. И эксперт одновременно. И агрегация. Это то, что создала в Узбекистане неделю дизайна. Уже несколько лет подряд ее проводила. Анжелика Пистоленко. Больше у нее пошла бизнес-экспертиза. То есть, я думаю, что это больше агрегация. У нее что-то вроде маленького бизнес-клуба такого. Но туда не только дизайнеры. Там такая общая какая-то история. Вот. Анжелика Пистоленко прям работяга-рапотяга. Марина Протопенко. Она, кстати, у нее сегодня рождение. Вот. Она у нас идет в формате ВАСТО-эксперт. То есть, эксперт по ВАСТО. Разумеется, я эксперт. Да? Система. Александр Висицца. Эксперт по продажам переговоров. Стратегия эксперт. Вот. Кто у нас еще есть из таких, которых? Ольга Дуквин. Конечно, это маркетинг. Потому что вот Ольга Дуквин 100 тысяч подписчиков в ТикТоке. Да? То есть, это хороший маркетинг. То есть, у нее может быть не самый сильный дизайн на планете Земля. Но как агрегация и как маркетинг-прорыв она туда отлично подходит. Мария Тенгаева. Бизнес-тренер в Иркутске. Психолог, дизайнер. Вот. Агрегировала весь рынок. Постраивала свои конференции, выставки, школу для дизайнеров, бизнес-клуб и так далее и тому подобное. И филиал моего союза и возглавляет в Иркутске. Вот. Мария Тенгаева. Это, конечно же, агрегация. И она эксперт. Как бы я эксперт в формат. И, разумеется, как бы маркетинговая история. Зульфия Даева. Чистый я эксперт. Потрясающе выступает. Ораторское искусство. Как бы, ну, мастер спорта по презентации партнеров. Супер. Причем для партнеров. То есть, ее целевая аудитория. Это какая-нибудь компания Керам Марацци, которая заплатит ей за выступление. Понимаете, да? Юлия Микулин. Как одна из сильных сторон, это киберспорт-арена. Первая, кто запроектировал несколько киберспорт-арен. Вот. Один из самых крутых, который мы печатали в журнале. И, в общем... Или в электронной видеоверсии журнала. Уже не помню. В общем, молодая девчонка. Ну, никто не скажет, что она, допустим, имеет вторую вышку, помимо архитектурной. Это эксперт по судебным строительным делам. То есть, как бы... Это ей экспертиза чистой воды. Любовь Колоскова. У нее школа по декорированию. Ну, такая, которая восстанавливает мебель. То есть, вот такое декорирование. Вот. Это агрегация. Елена Остраухова. И школа дизайна. У нее есть свои конференции. Это агрегация. Алексей Поршуков. То есть, Елена Остраухова. Школа дизайна у нее в Барнауле. То есть, она в Барнауле качает. Она главная там. Вот. Алексей Поршуков. Он главный по Красноярску. Наш филиал Союза. Это все. У него свой журнал «Дом снаружи» внутри. Это агрегация чистой воды. Олеся Худюкова. Я эксперт по формату личного бренда и крутости в Астрахани. Понимаете, да? Я специально привожу немосковские примеры. Я показываю, что Ольга Дуквин. Это Крым. И девочка Тесла купила себе. Мария Тенгаева недавно провела самое крупное мероприятие вообще по дизайну в истории Иркутска. Вот. И это, блин, девочки, которые такие же, как вы. Которые берут и делают. И фигачат. И это гордость нашего Союза. Я с удовольствием помогаю им. Я рад, что они в общих группах наших в WhatsApp находятся. И с удовольствием консультируют. И помогают там, если вдруг что-то у девочек других произошло. То есть там меня даже в нашем Союзе уже меньше гораздо. Наши девчонки молодцы. И это то, чем я горжусь. По-настоящему. Поэтому как бы вот так и работаем. И этим можно всем заниматься, только если ты реально это любишь. И мне нравится создавать. У меня уже глаза не горят от системного бизнеса и всякой остальной. Мне нравится чувствовать энергию человека. Чувствовать его ценности. И подбирать проект по размеру его ценностей. По размеру его желаний. Именно всем этим мы занимаемся в Союзе. Какие есть формы вступления в Союз? Давайте вот так вот назовем. Формы вступления в Союз у нас всего лишь, ну как бы, три. Вот. 60 тысяч, 100 и 400. В чем разница между ними? За 60 тысяч рублей вы попадаете в общую группу WhatsApp. Где вы с девочками, грубо говоря, переписываете. Общаетесь, общаетесь. Там уже есть под 50 ваших коллег, наверное, вот в этой группе. У нас просто есть несколько групп союзных. Где мы друг другу помогаем, общаемся. И все коммуникации ведут такие специалистские. То есть вот они прилюдные. То есть, девчонки, а где вот эта хрень? А вот тут вот и все ей дают ссылки. Девчонки, а где конференции там по хорике? Никто не помнит. Тюрин в результате вечером читает сообщения. Вот. И присылает ссылки по хорике. Девчонки, а как прослушать спиральную динамику? Тюрин про нее рассказывал сейчас на тренинге или по УТП. Они сейчас сидят, смотрят тоже у нас члены. Кто у нас члены союза? Поставьте десяточку в чат, единичку и нолик, что вы из союза. Сколько у нас вот сейчас? Из 60. Двое-трое всегда ходим. Вот. Наталья Хельт. Вот как раз это по нумерологии. Чьи координаты я вам обязательно пришлю, кто мне напишет в WhatsApp. Мой инстаграм сейчас вверху на слайде. Вот это Евгений Тюрин. Пришлите мне, кому нужен нумеролог наш союзный и кому нужен вступить в союз, тоже мне пишите. То есть у нас нет такой кнопки «Купи». Нет, у нас через индивидуальное собеседование все происходит. Потому что я каждого лично должен знать. И, грубо говоря, за 100 тысяч рублей у нас группа в WhatsApp. Раз в три месяца у нас встреча в союзах, где я провожу сначала в группе в WhatsApp опрос, на какую тему собираемся. Группа, как бы запись встречи, она два или три часа может идти легко. Она вживую в Москве происходит для всех остальных. Он трансляции через эту же вебинарную комнату и записывается она в mp3 формате. То есть остается потом mp3, потому что визуально там смотреть нечего. Там нет слайдов, там у нас просто голдеж. Передайте чай и давайте абсурдовать важные вещи. И следующий момент – это история, связанная у нас всегда с безлимитом на все тренинги, на наши крутые программы. По спиральной динамике, которая сейчас 30 тысяч стоит, допустим. По УТП, по продажам переговорам, по ораторскому искусству и выступлениям со сцены, по продажам со сцены, по всем остальным тренингам и записям конференций, которых уже прошли многие десятки. Все это бесплатно членам союза. Кто вступил, кто хочет развиваться, у нас всегда есть что называется. Вот, то есть встреча раз в три месяца. Группа в WhatsApp, безлимит на все тренинги и программы обучалки. И четвертый – это дизайн интенсивный, на который вы тоже попадаете. Я учу людей подготавливаться к выступлениям, как правильно выступать, проверяю их презентации. То есть мы как бы прорабатываем через выступление. Что это дает спикеру, помимо того, что он делится с вами контентом и вы получаете его бесплатно и повышаете свой уровень? Это дает ему навык общения, продаж переговоров, самоуверенность, самооценку повышает. Это дает инструмент в виде ютубного файла, который потом под его именем в Яндексе анонсируется, и клиент может смотреть и гордиться своим дизайнером, когда его выбирает на стадии, допустим, просто принятия решения, что тот тоже преподает. А этот, давайте такой триггер затронем, это история, когда у вас есть те, кто слушает вас. И если это дизайнеры, которые слушают дизайнера, это как будто доктор, которому ходят лечиться другие доктора. Для принятия решения клиента это очень крутой инструмент в строении личного бренда. Вот я вам рассказываю, в чем еще маленькая дополнительная история из дизайна интенсивов для тех, кто на них выступает, положительная. Это люди получают за 60 тысяч рублей. Что такое сейчас 60 тысяч рублей в год? 5 тысяч рублей в месяц. Любая студия, которая работает, ну как нормально работает, в которых есть деньги, это не проблема. Вступить в союз, вы себе можете позволить. Вступление в союз, те, кто за 60 тысяч рублей к нам приходит, еще идет через портфолио. То есть нужно принять, прислать свои работы, показать, что вы собой представляете, чтобы это было не как просто продажная история, что Тюринг красиво заговорил, а история через, как бы еще, ну вы соответствовали определенному какому-то уровню уж точно ваших работ, чтобы было не стыдно с коллегами общаться. За 100 тысяч рублей это когда раз в месяц мы с вами созваниваемся и планируем какие-то планы на месяц. То есть у нас с вами индивидуальная программа такая появляется. Мы с вами не общаемся, то есть все, ну целый месяц, да, мы с вами раз в месяц выходим на связь, я вас попинулся, ну что, по плану идем, который с вами планировали? Нет, нифига не идем. Ну я вам даю моральных люлей и вы что-то делаете. Вот, дальше. Третий момент, за 400, когда я, меня привлекают как бизнес-консультанта, там в франшизу упаковывают, дизайн школы открывают, либо создают какие-то истории, поставщичьи направления прорабатывают, где очень много маркетинговой нужно обратной связи давать. То есть это стоит 400 тысяч в год. И для этих людей у нас есть такая отдельная группа в союзе, то есть мы там отдельно общаемся, там такой, скажем так, старички и продвинутые. Давайте вот так это называть. Вот, вот что такое союз дизайнеров-архитекторов, как бизнес-клуб. Мы сейчас являемся самым крутым бизнес-клубом, небольшим, но самым крутым, потому что наши проекты, знаете, так или иначе с ними сталкивались, потыкались в то, что рождалось в рамках моего консалтинга. Вот, и этим я горжусь и искренне надеюсь, что вам передал ту же информацию. А мне можно в союз? Хочу тусить, общаться. Нет, ты поставщик. Прости, Владимир, приходи на наши мероприятия. Вот, поэтому, как бы, нет, союз в таком формате не нужно, только в индивидуальном, но там ты в группах в WhatsApp не будешь состоять, понимаешь? То есть, либо это будет стоить так конски, вот, что, как бы, непонятно, нужно ли тебе это или нет. Вот, тут больше про консалтинг твоя, тебе будет интересно. У меня в консультациях были и Гранд торговый центр, и Град торговый центр Минский, и Леруа Мерлен я консультировал, стратегии им придумывал, и Хофу магазину, и многим поставщикам, дилерские конференции очень много проводил, обучал отделы продаж, и Европластов дилерские конференции проводил, и Мебель Инсайт, я делаю продаж, по-моему, в Файнексе, ну, в общем, очень многих компаний, которые вы знаете, то есть, я этим, ну, очень давно занимаюсь, и, поверьте, кейсовая история в различных бизнесах тоже огромная. Просто дизайн интерьера – это мои излюбленные ниши, и здесь моего креатива и, скажем так, последствий моих влияния консалтинга гораздо больше, тот, которым вы могли сталкиваться. Хотите изменений, хотите какого-то другого формата и подхода в своем бизнесе, добро пожаловать к нам, пишите мне в Инстаграм с удовольствием, вот, со временем. Если вас напишут вдруг больше, чем я планировал, да, понимаете, что мне несколько дней нужно будет вам ответить, вот, будем потихонечку созваниваться, общаться, и я вам буду рассказывать, чем мы занимаемся, и нужно ли я вам именно в вашей ситуации, решали ли я такие проблемы, потому что тоже за все подряд не берусь, потому что, ну, просто неинтересно. Это все время, это все, как бы, команда, это все какая-то большая работа, и если вам по пути, если вы в дизайн интерьера просто пришли не поиграть, а, как бы, похвастаться перед своими подружками, там, из серии, чтобы дизайнер, если вы пришли сюда зарабатывать денег, то нам точно есть, о чем с вами помолчать, поговорить и есть что поделать. Потому что мой лозунг – это чудеса случаются с тем, кто действует. Потому что, если мы хотим других результатов, не такие, которые сейчас, нужно делать что-то по-другому. Вот в рамках союза у нас такая тема, как обличение, обличение наших несовершенств, как у человека. И, как бы, мы помогаем друг другу, вдохновляем, и, причем, более того, по секрету скажу, не я уже вдохновитель для многих. Многие в союзе находят себе других кумиров, вот, в виде других членов союза, на которых они хотят быть похожи. И там уже, как, знаете, банка с огурцами солеными. То есть, как бы, вот, попадаешь в нее и тоже становишься соленым огурцом со временем. Это ресурсное окружение. Это когда ты не один со своими проблемами. Это когда всегда можно обратиться к кому-то. А если вдруг вы не верите в это, и обращаетесь, и вам никто не отвечает, вы пишите мне, спускаюсь я откуда-то с горы, вваливаю в WhatsApp и всем, и нахожу тем индивидуально, кто вам точно ответит на ваш вопрос. Вот, там есть такой тоже спецэффект. Раз в тысячу лет я иногда, как бы, приходится применять этот инструмент. Вот, поэтому я думаю, что у каждого из вас найдется эти 60 тысяч рублей, вот, на, скажем так, в том случае, если реально нужно это. Реально нужна мотивация, нужна какая-то работа в этом направлении. Евгений сегодня немного раздражен, чуть агрессивен, при этом, как всегда, энергичен и мегапродуктивен. У меня 4 инсайта, пока рекорд с вебинаром. Спасибо. Ой, раздражен. Я вчера из Минска приехал. У меня сегодня среда понедельник. Еще бы я не раздражен был. На меня сегодня вылили вся моя команда, как бы, во всех проектах, весь трешачок, как бы, который был. Вечером у меня вебинар. Поверьте, я мега терпеливый и очень сдержанный. Вот, а в расшочку можно вступить? Да, есть там формы, как бы, когда дробят платеж, чтобы не превращать эту ипотеку, чтобы я просто не помнил о том, что нужно каждый месяц кого-то что-то просить, собирать. И у нас не работает у нас такое коллекторское агентство. Я просто раз в 3 месяца всем напоминаю. Что-то, блин, вас много, а долг большой. А ну-ка, соберитесь. Вот так это выглядит. А потом индивидуальные уже переписки, что-то как. У нас были те, кто выгонялись за неуплату. Есть те, кто были обижены на меня. Я имен произносить не буду, но, тем не менее, были такие ребята, которые воспользовались максимально консалтингом. Изменения свои получили, а платить забыли. Но у нас все на доверии. Потому что, опять же, для меня один из важных лозунгов, вот этот, как бы, без любви все грех. Я люблю то, что я делаю. Вот, я мир тесен, если даже кто-то меня обидел. Ну, как бы, все это забавные истории. Вот, я делаю то, что у меня хорошо получается. Я вижу человека, и я могу ему дать историю с информацией. За 60 тысяч рублей в этом формате я не бегаю за человеком. Я очень много коммуницирую с теми, кто за 400 пришел в Союз. Вот, те, кто пришли за 60, у нас там больше истории, вы замотивированы получить что-то оттуда. И вы, как бы, ну, забираете оттуда информацию. То есть, задаете вопросы. Там ваша проактивность. Там не будет вечерних звонков от меня и серии. Ну, привет. Как дела? То есть, там такой темы нет. Там есть наша прилюдная переписка в группе в WhatsApp. Евгений, а что у нас есть на эту тему? Я скидываю. Евгений, у меня такая проблема. Я надиктовываю ответ в общую группу, потому что там 100% кто-нибудь сидит на заборе, которым будет интересно услышать ответ про себя здесь и сейчас. Поняли принцип? Нормальный такой Евгений. Ноги красные. Немного красный. Немного красный Евгений. Это те, кто проходили нашу спиральную динамику. Это наша секретная магическая терминология. Из серии «Можно отрубить голову». Называется состояние. Сколько союзов архитекторов и дизайнеров в России? В России, я думаю, слушайте, мне кажется, по 30 союзов разных. Есть союз архитекторов. Союз архитекторов России, Москвы, международный союз дизайнеров. Там есть только сибирских союзов. Два есть в Новосибирске. Сада и САД. Вот с одной буквой и без. То есть есть ассоциации дизайнеров интерьера. Есть какие-то АДИ то же самое. Есть куча различных ассоциаций, которые существуют на рынке. Но больше нас и круче нас никого нет. Серьезно. Больше нас не по количеству, а по ротациям. То есть из серии «Все наслышаны о нашей движении». Потому что у меня в 2019 году было 50 конференций по России и странам СНГ. Нет ни одного ивента агентства дизайнерского, который было бы рядом. У Архдиалога самая крупная московская конференция. Это да. Но по России, в Москве они как бы покруче нас будут по формату движеконференций. А по России номер один это я. Это 100%. Это прям гадалки не ходи. И как бы по внутренней схеме. Но у нас больше всего кейсов как трансформационных. Потому что мы не просто школа по бизнесу. Мы как бы бизнес-клуб. А в бизнес-клуб приходит кто-то делегировать. Кто-то за личным брендом. Кто-то за систематизацией. Все приходят за разным. И поэтому нужны разные инструменты. И ни один тренинг их просто так не описывает. Кто-то приходит быть не один. Кому-то нужна семья. Семья с коллегами, с которой можно поделиться. И твоей подружкой может стать девочка из Кирова-Чапецка. Которая, блин, как ты, рассуждает. И вот у нее точно такие же потребности, как у тебя. И вас сблизил союз. И вы потом дружите с семьями всю жизнь. И через год можно уйти из союза. По причине того, чтобы вы и так знаете, как развиваться. Но у нас за всю историю союза было 86, по-моему, человек. Но около 80. По-моему, 86. Сейчас я скажу. У меня где-то записано уже. Да, 86. Сейчас в союзе 60. Ну, не такая уж у нас страшная текучка. Это с 16-го года. Поэтому кто-то уже уходит. Кто-то как бы устает. Ну, редкий случай. Я выгоняю. Ну, это совсем редкий. Там исключение. Несколько человек всего лишь было. Вот. А так, в основном, эта история связана с тем, что люди остаются в семье. Вот. Повторные года всегда дешевле. Стоит. Потому что там я уже с вами практически... Я вам не нужен. Там уже так явно. У меня меньше там работы. Вот. Дорого всегда первый год. Когда надо поработать. Вот как-то так. Поэтому это интересная история. Поэтому пишите мне в Instagram. Те, кто хочет, пишите сразу свой номер телефона. Мы будем созваниваться. Общаться нужно это вам или нет. И будем уже с этим вопросом подробно разбираться. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нету, напишите. Да, напишите плюсик, у кого были инсайты. Потому что мы сегодня очень много кейсов разобрали. Я думаю, что как бы кто-то из вас мог получить уже такие клевые инсайты. По поводу того, может быть, чужую стратегию взять. Такие, блин. Он уже все сказал, чем нужно. Я побежал. Кто-то будет выключенными глазами сегодня спать. И думать, блин, как же это внедрить. Как это сделать. И да, многие из вас сами справятся. Но поверьте, лучше вместе. И это круто. Вот. Если вы закончили, если плюсики не хотите, инсайтов у вас никаких не было. Понимаю. Всего лишь два человека. Все остальные слушали просто баяны. Просто пишите спасибо. Вот. Я рад, что хоть у двоих, из такой аудитории большой, были какие-то озарения, какие-то полезности они унесли. Я хочу, ну я начинающий. Разберемся. Если вас не согласует наша судейская комиссия, это одна история. А может согласует. Вы же не попробовали. Руки заранее опустили. Большое спасибо. Есть плюсики. Спасибо вам большое, что у вас их больше, чем двое. Инсайты были. Замечательно. Поэтому до встречи. Либо на наших вебинарах, либо я еще один какой-нибудь вебинар проведу на эту тему. Могу еще раз рассказать. Бывает такое, что кто-то не пришел. Поэтому не удивляйтесь, если вы увидите в анонсах еще раз вебинар с этой же темой. Потому что у нас зарегистрировалось несколько сотен человек. По каким-то технически непонятным причинам было по 50. Вот. Скорее всего мы этот вебинар будем повторять. Внедряем сами потолочники. Нормальная тема. Все хорошо. Вот. Искренне надеюсь, что и вам это тоже пригодится. Благодарю. Спасибо. Все очень круто. Замечательно. Тогда на этом я заканчиваю. Выключаю запись. До новых встреч. Рад вас был всех увидеть. Запись мы выключим.